Всем привет, мои хорошие! С вами Айга Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами кутапы необычные, это с мясом и еще я сюда положила оливки, маслины. Кто-то скажет, что это не сочетается, но для меня это супер сочетание. Обожаю. Они вот так вот политы маслом. Это кутапы с мясом, их мы не приготовили сами, это покупные. Здесь 5 штук. Как я долго их ждала. Я зашла в кафешку и сразу сказала, что я возьму с собой. Сделайте мне, пожалуйста. Потом после меня еще пришли другие клиенты. Всем принесли их заказ, кроме меня. Меня спросили, вам сверху смог барбарис сыпать или нет? Я сказала, нет. Как вы видите, весь я здесь барбарис. То есть очень ответственные люди. Я думаю, что это очень вкусно. Но вкусно. Правда, не знаю, смогу ли я 5 штук съесть. Так же приготовила воду обычную. Мне кажется, было бы легче, если я дома сама их приготовила, потому что полчаса сидеть и ждать, пока принесут тебе твой заказ. И ладно бы, они не успевали. А другое дело, знаете, позже меня человек пришел, ему принесли его заказ, а я сижу, жду, как дура. Но вкусно. Я стараюсь вообще снимать для вас разные видео. То есть, например, кутабы с мясом у меня на канале не было. Но скоро блюдо закончится. То есть уже придется повторяться. Так как видео я выпускаю очень-очень часто. В день одно видео. Вопрос. Когда выйдешь в прямой эфир? Кстати, если вы хотите, что в следующем видео я отвечала на ваш вопрос, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Также напишу вот здесь. В инстаграме я в режиме онлайн. Часто захожу в прямой эфир. Я думаю, что вам понравится. Здесь такой вопрос, когда ты выйдешь в прямой эфир. Вот как раз-таки, когда закончу снимать видео, обязательно будет прямой эфир. Очень-очень много вопросов. И большинство из этих вопросов просто повторяются. Вы когда задаете вопрос, старайтесь задать такой, который у меня еще не было. Мне кажется, я могу ведро маслин съесть. Мне кажется, это стоило того, потому что очень-очень вкусно. Мне сегодня моя знакомая спросила, какие кольцуши самые вкусные? Где ты заказываешь? Я ей ответила, я говорю, мне вкусно все. На самом деле, вот что я не ем, для меня это вкусно. Кто-то другой пробует, говорит, да нет, это невкусно. Мне нравится все. Что ты думаешь по ночам? Такой вопрос. О чем, наверное, думаешь по ночам? В последнее время, я очень часто употребляю слово последнее время, ну да ладно. Я очень рано засыпаю и очень рано встаю. По идее, мне сейчас это совершенно не нужно, но это не зависит от меня. В 7 часов утра у меня уже открытые глаза, я хочу заснуть, но у меня это не получается. Так как я рано встаю, мне и рано хочется спать. Логично. Мнор, так как я рано, я, это сделал. Уже две штуки съела, осталось три. Следующий вопрос, ты ревнивый человек? Вы знаете, иногда я даже ревную своих подруг. Когда моя подруга общается с кем-то, кроме меня, я начинаю ревновать. Это, конечно, очень тупо, но у меня такой характер. Все началось с университета. У меня была близкая подруга, и когда она общалась с кем-то, кроме меня, у меня сразу была такая ревность. Ребят, тут не хватает маслина, давайте я быстренько пойду и притащу маслины, которые в моем холодильнике. Подождите одну секунду. Притащила маслины, их здесь прям не хватает. Так, готово. Готово. Теперь можно кушать. Интересный вопрос, уводила ли ты парней у своих подруг? Я не знаю почему, но мне никогда, никогда не нравился выбор моих подруг. То есть даже если этот парень был бы свободен и бегал за мной, я бы в жизни с ним бы не встречалась. Вот даже сейчас я смотрю на своих подруг, и у большинства из них есть парни, и ни один из них мне не нравится. То есть, ну как парень, да? Я даже не знаю, какой из них хуже. Один хуже другого. То есть не в плохом смысле, но это не мой типаж. Вот так вот. Поэтому нет, никогда не уводила. Да и даже если моя подруга уведет моего парня, я на нее ни капельки не обижусь. Я продолжу с ней дальше общаться. Если парень готов тебя менять на кого-то, зачем нужен такой парень? Знаете, не нужно вот этой всей драмы и так далее. Ушел, значит судьба такая. Просто смиритесь и живите дальше. Я бы даже продолжила общаться со своей подругой. Почему нет? Но мне кажется, она перед тем, как начать с ним общаться, она должна была мне сказать. У меня у знакомой была такая ситуация. Она дружила с девочкой, и ее сестра начала писать ее парню. Мне кажется, это ужасно. Она начала какую-то истерику и так далее. Но парень сразу показал ей, что вот, смотри, она мне пишет. То есть парень нормальный, можно доверять. Но такого, чтобы, знаете, в меня уводили подруги, или я уводила. Слава богу, у меня подруги просто золото. Я не верю никогда, что Фатя или, например, Шелли могут сделать такое. Одна из моих подруг Шелли, ей вообще наплевать на все, что происходит вокруг. Или неинтересно. Какие дела в жизни обязательно нужно сделать? Мне кажется, если даже ты не собираешься работать где-то бухгалтером, управляющим и так далее, обязательно нужно закончить высшее образование, получить вышку. Даже если ты собираешься заниматься потом блогерством, или у тебя у отца рестораны по всему городу, ты обязательно должен получить высшее образование. Это первое. Второе. На протяжении всей своей жизни ты должен стараться стремиться к чему-то. Я не понимаю людей, которые довольствуются тем, что у них есть, и вроде ничего им от жизни не надо. До меня это не доходит. Всю жизнь мы должны к чему-то стремиться. Что-то делать. Также я считаю, что обязательно каждый человек должен создать семью и родить хотя бы одного ребенка. Мне кажется, смысл жизни в этом заключается. Итак, следующий вопрос. Тебя били в детстве? Нет, никогда. На мне не поднимали руку. Не потому, что у меня родители такие современные, они считают, что детей бить нельзя и так далее. Нет. Просто я никогда не косячила. Я в детстве была очень-очень спокойным ребенком, никогда не выходила на детскую площадку. Быстро в школу и со школы домой уроки делать. Я даже одно время была старостой класса. Вот. Поэтому нет, меня никогда не били. Но я все-таки считаю, что иногда бить детей нужно. Иногда бывает это крайняя мера воспитания. Мне кажется, я вообще буду очень-очень строгой мамой. Иногда, знаете, идешь в какой-то супермаркет или в какое-то общественное место и смотришь, как ребенок ведет себя по отношению к родителям. Например, он хочет шоколадку, а мама говорит, что нет, да сейчас я не могу тебе это купить. Он начинает плакать, убиваться, орать, начинает кулаками бить маму. Для меня это вообще неприемлемо. Я никогда не позволю, чтобы мой ребенок так со мной обращался. То есть в этом плане, мне кажется, я буду очень-очень строгой мамой. Задумывалась ли ты о свадьбе? Честно, нет. Не задумывалась. Но не хочу я замуж. Мне комфортно. Мне нравится, как я живу. Я ощущаю себя на 17 лет. Я смотрю людей, которые создали семью. Не все счастливы. Да, есть люди, которые счастливы. У них дети и так далее. Но, например, одна моя одногруппница уже успела и замуж выйти и развестись. Так что... Не все так ярко и красочно, как нам кажется. Ломала ли ты себе руку или ногу? Нет. Никогда в жизни я себе ничего не ломала. Тфу-тфу-тфу. Постучим по столу. Это дуб. Такой интересный вопрос. Что бы ты выбрала, если бы у тебя был бы выбор между парнем и семьей? Я бы однозначно выбрала бы свою семью. Потому что родители мне плохого не пожелают ни в коем случае. Если они против парня, это значит, что действительно с ним не стоит общаться. Я, если честно, уже наелась. И уже последний не смогу съесть, к сожалению. Хотя было очень-очень вкусно. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Лайка Эмили. Всем пока!